Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите еженедельный обзор самых важных и интересных новостей из мира сельского хозяйства за прошедшую неделю от главного портала сельхозтехники для агрария в главпахарь.ру. Первый серийный посевной комплекс ПК-12000 Альфа от Промагра вышел в поля. Техника приступила к работам на прошлой неделе в одном из игрохозяйств Брянской области. Белгородский посевной комплекс в первую очередь выделяется своим бункером обтекаемой формы. Агрегат имеет рабочую ширину захвата 12 метров и износостойкие рабочие органы. Машина подходит для посева зерновых, бобовых и масличных культур. Кроме того, техника позволяет совмещать операции по высеву и внесению удобрений. Австрийский производитель Lindner презентовал новый трактор Lindrack 70 L-Drive с бесступенчатой трансмиссией ZF. Такое решение позволяет технике развивать скорость до 43 км в час. Модель оснащена четырехцилиндровым двигателем Perkin с мощностью 101 л.с., а также гидравлической системой Bosch X-Row с отдельной подачей масла с производительностью до 50 литров в минуту. Lindrack 70 стандартной комплектации имеет четыре режима работы вала отбора мощности – 430, 540, 750 и 1000 оборотов в минуту, а также переднее навесное устройство грузоподъемностью до 2,5 тонн. Агротехсфера предлагает к новому агросезону несколько вариантов бункеров-перегрузчиков Пронар. Дилер сельхозтехники из Псковской области имеет в продуктовом портфеле сразу две модели, которые можно использовать при транспортировке зерновых культур и кукурузы, получении грузов от комбайнов и перегрузке их грузовики, а также загрузке посевного материала в селке. Это бункер-перегрузчик Пронар Ти-743 с шасси на подвеске типа Тандем на параболических рессорах с активной системой поворота. Эффективность разгрузки от 200 до 400 тонн в час, а также грузоподъемностью 22,7 тонн и грузовместимостью 34 кубических метра, а также бункер-перегрузчик Ти-740. Модель имеет схожее название, но характеризуется грузоподъемностью 15,3 тонны и грузовместимостью 28 кубических метров. Обе серии прицепного оборудования есть в наличии на складах компании Агротехсфера. Эксперты смогут подобрать вариант машины, который подойдет именно вам. BM Tractors представил новую модель трактора Better 175. Техника имеет особую конструкцию, что позволяет модели развивать скорость до 40 км в час как вперед, так и назад. Под капотом трактора установлен 4-цилиндровый двигатель F5 мощностью 175 лошадиных сил. Техника оснащена бесступенчатой трансмиссией, гидравликой на 80 литров в минуту, четырьмя гидровыходами, а также задней и передней навеской грузоподъемностью 4,5 и 3 тонны соответственно. Сидение в кабине может поворачиваться на 180 градусов в зависимости от того, в каком направлении используется трактор. Всего же существует четыре типа рулевого управления агромашиной. Амкадор Агро начал активно продвигать на российском рынке технику для эффективной безотвальной обработки. Для этого компания предлагает фермерам улучшенные культиваторы серии КГП и КГН марки Амкадор, производства Элизер. Культиватор КГП – это универсальный четырехрядный агрегат, предназначенный для лущения стерни, а также глубокой безотвальной обработки почвы, в том числе с заделкой соломы на удобрение. Техника имеет модульную конструкцию рамы, что позволяет путем установки дополнительных боковых секций изменять рабочую ширину захвата с 4,6 до 6,2 метров. Это гарантирует возможность подбора орудия для имеющихся тракторов в машино-тракторном парке каждого конкретного хозяйства, без приобретения дополнительного агрегата. На культиваторе имеется шкала настройки глубины обработки от 5 до 35 сантиметров, шагом деления от 5 сантиметров. КГП оснащены многофункциональными стрельчатыми лапами шириной 350 миллиметров, которые при необходимости можно демонтировать и работать только долотами шириной 80 миллиметров. Кроме того, компания предлагает культиваторы КГН для безотвальной технологии в навесном исполнении. Они аналогичны по исполнению с полуприцепными моделями, но имеют рабочую ширину захвата 3 и 3,5 метра и агрегатируются с тракторами мощностью 120 и 150 лошадиных сил. Кстати, подробнее о характеристиках техники, а также в целом о достоинствах безотвальной технологии можно прочитать в нашем большом материале на портале Главпахарь. Ссылка в описании. Сгарибольди представил первый серийный смеситель кормов Коала 2,5 карт. Техника имеет бункер на 2,5 кубических метра. Оборудование предназначено для работы с фронтальными погрузчиками и оснащается вертикальным шнеком, самозатачивающимися лезвиями, выдвижными контрножами, системой взвешивания с автономным питанием, а также гидравлическими выходами. Тракторы Deutz Far 6205G от Агротехруссия доступны на российском рынке. Техника оснащена топливным баком на 345 литров, шестискоростной трансмиссией PowerShift с функциями автоматического переключения скоростей APS и Speed Matching, шестицилиндровым двигателем Deutz экологического класса Stage 3A. Базовая версия оснащена также гидравлическим реверсом и функцией Comfort Clutch для переключения передач без выжима педали сцепления. В дополнение к базовой комплектации есть возможность установки ходоуменьшителя. Таким образом, количество скоростей в трансмиссии может варьироваться от 24 передних, 12 задних, до 54 передних и 27 задних. Модели также могут комплектоваться роботизированной трансмиссией RC Shift, которая позволяет переключать как скорости, так и диапазоны в полностью автоматическом режиме. Это позволяет достичь комфорта управления, свойственного бесступенчатым коробкам CVT. Уже в стандартной комплектации 6205G предлагает максимальное количество режимов работы вал-отбора мощности на 540, 540 эко, 1000 и 1000 эко оборотов в минуту. Гидравлическая система тракторов также доступна в нескольких вариантах. Во всех комплектациях система оснащена отдельным насосом рулевого управления производительностью 42 литра в минуту. Основная гидравлика доступна как шестеренчатыми насосами производительностью 115 литров в минуту, так и с насосами чувствительными к нагрузке производительностью 165 литров в минуту. Напомним, что Агротехруссия – единственный официальный дистрибьютор Дойцфар в России. Компания продолжает оказывать гарантийную поддержку всего парка техники Дойцфар на территории России. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями завода-изготовителя. Аграниш построит новый завод зерносушилок в индустриальном парке «Перспектива» под Воронежем. Здесь уже находится действующее предприятие компании. В новый проект инвестируют более 35 миллионов рублей, а сам завод будет оборудован современной покрасочной камерой и шоурумом. Его площадь будет в два раза больше текущей – это около 1600 квадратных метров. Площадка обеспечит рост объемов выпуска до 70 зерносушилок в год с текущих 33. Агрохозяйством России для уборки хмеля потребуется около 140 хмелеуборочных комбайнов. С таким заявлением выступил Минтельхоз страны, особо обратив внимание на тот факт, что анализ потребности был произведен из расчета на 4000 гектар. Техника в первую очередь понадобится хмелеводом Чувашии, ведь именно в этом регионе сегодня наиболее активно возрождают отрасли. Напомним, что силами местного машиностроительного предприятия уже создан первый опытный отечественный образец такого оборудования. Он получил название «Ован» и был воссоздан по советским конструкторским и инженерным чертежам. АКОР обратилась в Минтранс с просьбой упростить процедуру по разрешению строительства съездов с федеральных трасс к фермерским хозяйствам. Отметим, что в настоящее время для того, чтобы получить такое разрешение на строительство, обустройство и использование, аграрий должен пройти дорогостоящую длительную и сложную процедуру. При этом такие затраты не субсидируются ни на федеральном, ни на региональном уровнях. АКОР предлагает предусмотреть в госпрограмме субсидирование фермерских хозяйств на составление проектно-сметной документации и самообустройство примыкания дорог. Ассоциация также просит предоставлять разрешение на эксплуатацию примыкания от регионального подразделения «Автодора» при наличии сметы, имеющей положительное экспертное заключение. «Асход» назвал 10 лучших дилеров сельхозтехники России по выручке в 2023 году. По данным Ассоциации дилеров сельхозтехники, тройка лидеров в стране не изменилась, однако компании в ней поменялись позициями. Первое место в этом году занял «Технодом». переместившись с третьего места. Второе место заняла компания «Агростроительные технологии», а компания «Агротрак» сместилась с первого места в 2022 году на третье. Из особенностей экономики дилеров по итогам прошлого можно отметить следующие тренды. Выручка незначительно выросла, однако прирост был связан с продуктовой диверсификацией крупных компаний, грузовики, дорожная техника и так далее. Кроме того, наблюдается ряд негативных тенденций. Это пугающий уровень запасов на складах. Антирекорд по оборачиваемости с 2013 года. Рост числа убыточных дилеров 6 до 9 процентов, а также сокращение рентабельности бизнеса сразу на 25 процентов. «Эконива Техника» запустила собственное производство запчастей и технических жидкостей для сельхозтехники. Продукция будет реализовываться под новым брендом «Агрознак». Компания будет выпускать порядка 2,5 тысяч артикулов. Главная цель – получить аналоги импортным деталям и компонентам, доступ к которым в настоящее время затруднен. «Синэч Индастрил» продал свое бизнес-подразделение по выпуску плугов под шведским брендом «Оверум». Новым владельцем станет немецкая корпорация «Фэркэп». Компания получит не только все права на торговую марку, но и активы завода плугов в Швеции. Напомним, что «Оверум» был приобретен группой «Синэч Индастрил» и его дочерним брендом «Нью Холланд» еще в октябре 2016 года. Тогда же были выкуплены бренды «Конг Скилд» и «Джей Эф». Пока «Синэч Индастрил» какой-то бизнес продает, «Амазоны» таковы скупают. Немецкий производитель сельхозтехники приобрел бразильского разработчика-разбрасывателей Минодобрении Эмпиагра. Поглощение бренда, как ожидается, позволит более активно развиваться на рынке сельхозтехники в Южной Америке. В «Амазоны» уже отметили, что существующий штат сотрудников Эмпиагра останется неизменным, а технику по-прежнему будут выпускать из материалов с высокой коррозийной стойкостью на основном заводе группы «Луис Павао» в Бразилии. «Ителма» начало серийное производство устойчивых санкциям автопилотов для сельхозтехники. Напомним, что презентация этого продукта впервые прошла на «Югагра-2023». Теперь оборудование стали официально выпускать на московском производственном заводе «Ителма». До конца текущего года планируется выпустить 4000 комплектов в электрическом и гидравлическом исполнении, готовых к установке на различные виды тракторов, опрыскивателей и комбайнов. Установка такого автопилота позволяет увеличить производительность сельхозработ на 25%. Автопилот самостоятельно управляет техникой, поддерживает заданный курс и обеспечивает ее стабильное поведение на неровных участках поля. Российские агрохолдинги продолжают изучать преимущества применения агродронов на полях. Так, отечественный агротехдрон типа «Витол» был запущен агрохолдингом «Лазаревская» совместно с университетом «Инополис». Самолет вертикального взлета и посадки, предназначенный для задач мониторинга полей, разрабатывался с учетом технического задания для реального предприятия с возможностью интеграции в его экосистему. Задача разработки аппарата связана с пятилетним планом цифровой трансформации агрохолдинга «Лазаревская» и, в частности, одним из его направлений и развития геоскаутинга. Дальность полета такого дрона составляет не менее 300 километров, снаряженный вес до 30 килограмм. У БПЛА есть лидар, мультиспектральная камера, а также ручное управление автопилот для работы по заданному маршруту. В агрохолдинге отмечают, что потенциальный рост урожайности возделываемых культур составит от 5 до 25 процентов за счет обследования полей, машинным зрением и внедрением элементов точного земледелия. При этом агрохолдинг за счет дрона сможет сэкономить до 52 миллионов рублей в год. VH-I Power представила в Китае дизельный двигатель с тепловой эффективностью в 53,9 процента. Она показывает коэффициент полезного действия двигателя, а сам показатель отражает количество энергии, выделяемой при сгорании топлива, которое превращается в полезную работу. Разработку презентовали на Всемирном конгрессе по ДВС-2024 в Тянзине. Это уже четвертый рекорд к ряду, установленный китайской компанией. Начиная с 2020 года VH-I Power уже показывала дизели с КПД 50,23, 51,09 и 52,28. Производитель сельхозтехники из Казахстана снизит цены, чтобы поддержать местных фермеров. Крайне интересный случай для рынка громашин произошел у соседей. Завод Агромаш Казе принял решение о резком снижении цен, чтобы поддержать казахстанских фермеров в непростое время. Предприятие проведет специальную ценовую акцию и возьмет все понесенные в связи с этим затраты на себя, лишь бы аграрии имели возможность обновлять машино-тракторный парк. При содействии местной лизинговой компании завод снизит цены на комбайны Эссил и тракторы Лавол сразу на 15%. Никаких ограничений на акцию не предусмотрено, скидку получат все. Оставляйте мнение в комментариях, как вам такая идея? Может, российским заводам тоже стоит подумать над такой спецпрограммой? Редакция нашего портала решила найти ответ на вопрос, а вдруг ли нам Китай, а также чего в целом хочет Поднебесная на российском рынке сельхозтехники? В поисках истины мы пришли к довольно интересным выводам. О том, как работать с китайскими агромашинами, о менталитете и сервисе, а также о преимуществах и недостатках китайской сельхозтехники. Частный разговор о настоящем и будущем с экспертом Дмитрием Гудулиным. Ссылка на материал в описании. Еще больше актуальной и полезной информации, обзоров, техники и интересных интервью вы найдете на нашем портале Главпахарь, а также в наших социальных сетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»